Здравствуйте! На портале экзегиатру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую часть восемьдесят шестого псалма. Здесь есть слова, которые не всегда сразу доходят до нашего понимания, и некоторые обороты речи вызывают споры у переводчиков и становятся достаточно сложными для понимания. «Все источники мои в тебе». Вот основная тема этого псалма, которыми он завершается. Среди прочего, псалмопевец устами Бога говорит «Я упоминаю Рахаф, то есть Египет, и Вавилон, среди тех, кто знает меня, страну Филистимлен, Тир, Скушем, то есть Эфиопию, такой-то человек родился там. А о Сионе говорят «все родились там». Сам Всевышний его утвердил. Господь перечисляет народы в переписи своей. Здесь родился тот-то. Поющие и танцующие в хороводе воскликнут «все источники мои в тебе». Но прежде всего нужно понимать, что это литургический гимн, песнь, и вероятно это могла быть песнь, которую поют люди, которые водят хоровод, действительно восхваляют Бога, танцуют и прославляют вот эту радость быть вместе, совершать богослужение или просто танцевать таким образом, что кто-то оказывается в центре этого круга. И кто же оказывается в центре? Оказывается, сам Господь, который этих людей собрал в этом месте для этого праздника. Если попытаться сформулировать тему этого псалма и его главную проблему, я бы позаимствовал выражение Вячеслава Иванова «родное и вселенское», то есть национальное и всечеловеческое. В обычной жизни это два непримиримых полюса, потому что очень трудно бывает совместить любовь к себе, любовь к тому, что мое личное, моя семья, мой народ, с любовью ко всему остальному, к другим, ко всему человечеству, потому что это требует какой-то открытости, и это почти нужно вывернуть свое сердце наизнанку. Любовь, которая обращена к себе самому, она как будто обращена в центр, и любовь, которая обращена ко всему человечеству, ко всей вселенной и к другим, к дальним, она как будто смотрит совершенно в противоположную сторону. И нам по-человечески это бывает не так легко примирить. Один из главных богословских мотивов Священного Писания является тема избрания, потому что в чем состоит избранничество народа, который Господь выбирает как своего Сына. Слово «Сын» употребляется именно к этому народу. И с первых стихов книги Бытия мы видим совсем другую тему. У истоков бытия мира, у истоков сотворения этого мира, происхождения человека и судьбы человечества стоит история не Авраама, не история избранного народа, стоит история Адама. И для Бога есть только одно человечество — это сыны Адама. История верующего народа, и, конечно, нужно это всегда иметь в виду, если Библия написана для церкви, для богоизбранного народа, для какой-то конкретной общины. Это история этого народа, и поэтому она должна начинаться с чего-то национального, условно говоря. И, конечно, она начинается в 12 главе, рассказывается об Аврааме, о призвании Авраама, о заключении завета с Авраамом. Но все-таки в самом начале Библия говорит о вселенском. И такова мудрость Священного Писания. Не только в первой главе книги «Бытия», но эта вселенскость проходит тоже сквозь всю Библию. Она встречается у пророков, которые сталкиваются с национализмом в среде богоизбранного народа. Книга Иова говорит о праведнике, который существовал до Авраама, но который приятен Богу. Книга притчи, экклезиастов и вообще вся традиция премудрости является общечеловеческим достоянием. Она не обращена только к верующим людям. Она говорит о всем человечестве. Итак, в центре сотворения мира, в первой главе «Бытия» поставлен Адам. Хотя он появился лишь на шестой день под занавес, но именно он оказывается центром вселенной. Он царь и господин. И обратите внимание, что здесь нет разделения на расы, на роды. Все люди — это сыны Адама. Единственное разделение, которое существует изначально, то, которое делит человечество почти пополам, — это разделение на мужской и женский род. И без этого разделения не было бы никакого человеческого рода. Поэтому сказано «мужчиной и женщиной сотворил он их». Итак, этот человек, единый Адам, который существует в разделенном виде, как мужчина и женщина, по воле Бога поставлен царем всего сотворенного мира. И его царское достоинство не может быть оспорено. В псалмах говорится о том, что это достоинство чуть ниже ранга самого Бога. И даже достоинство маленького младенца, который безоружен и беспомощен, он как сильное оружие, как проявление славы и силы божественной. Понятно, что эта сила и слава происходят не от человека, это то, что стоит за ним. И вот 86-й псалм как раз нам дает образ, что такое избранный народ. Потому что очень часто нам кажется, если кто-то кого-то избирает и любит больше, то означает, что других он любит меньше. И божественная логика совершенно другая. Избранничество состоит в том, что тебя избирают ради других. И поэтому нет никаких оснований возноситься, замыкаться в себе, испытывать какую-то гордость, самопревозношение. Главное, не нужно замыкаться в себе. И здесь употребляется образ центра, что стоит в центре мироздания. И он выражен языком конкретной географической точки, конкретного географического места. Таков символический язык Писаний. Очень важен географический центр. Этим центром является Сион. Конечно, первое, что нам приходит на ум, речь идет о Иерусалимском храме. Но непросто. Потому что Сион – это то место, где вообще Господь сотворил Адама. И там находится великая святыня, которая по преданию была тем камнем, на котором основан вообще этот мир. Поэтому слово Сион имеет скорее вселенское звучание, чем какое-то национальное и ограниченное звучание. И другое слово, которое здесь заслуживает особого внимания, это, конечно, источники, истоки, происхождение. Слово «происхождение» вообще обладает каким-то невероятным богатством, значением. Потому что Библия начинается с словами «вначале Бог сотворил». И что это «вначале»? «Энархе» и «берешит». Об этом написаны целые книги. Потому что это всегда нечто большее, чем то, что мы можем себе представить. Задумаемся о слове «происхождение», когда мы говорим о самих себе. Откуда мы родом? Место нашего появления на свет в действительности является маркером нашей идентичности. «Кто ты» означает «откуда ты родом?». Это точно так же, как для реки. Это слово «исток», «источники», оно нас сразу же возвращает к образам великих рек. Например, Волга, Миссисипи или какая-то другая Великая река. Она всегда начинается из едва приметного источника, который пробивается из-под земли. И без этого маленького источника или ручейка Великой реки не бывает. И поэтому очень увлекательно совершать движение вверх по течению, для того, чтобы пробиться к тому месту, где начинается Великая река. И это может оказаться чрезвычайно увлекательным. Точно так же, как иногда очень интересно пробиваться к своим собственным истокам, для того, чтобы понять, кто ты есть. Потому что без месторождения, без колыбели, откуда все начинается, нет реки и нет жизненного пути. И о том, что было в начале, мы узнаем всегда уже после того, как мы пройдем до конца свой путь. И как некий заключительный ответ, как результат этого пути, мы получаем откровение о том, что было в начале. Именно поэтому псалмопевцы интересуют место рождения, колыбель, с чего все начинается. И жизнь человека, особенно его кончина, венец его трудов, это всегда дельта реки, это всегда завершение пути. И если жизнь человека это как река, как долгий путь, то очень часто мы возвращаемся именно к истокам, как будто мы течем всегда вспять от дельты к источнику. Это может показаться очень странным, но сейчас я вспомнил стихи Пушкина, когда он вспоминает годовщину лицея. В одном из последних стихотворений он говорит, «Невидимо, склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему. Кому из нас в последнем день лицея торжествовать придется одному?» И этот образ начала, который сопровождает всю свою жизнь, в действительности для поэта является образом вечности. И для советских людей, которые не слышали в школе о вечности, этот образ из стихов поэта был подтверждением того, что он верит в вечную жизнь. Итак, мы возвращаемся к истокам. И религия, и в частности православное христианство – это путь к Богу, это некое движение и восхождение. И эта дорога никогда не может быть домом, чем-то утвердившимся, застывшим. Из твоей традиции нельзя сотворить бастион, неприступную крепость и ее оборонять, потому что всегда возникает этот соблазн занять оборонительную позицию и превратить то, что является живым движением к Богу, потому что Христос говорит «Аз есмь путь и истины, и жизни», превратить в какой-то застывший бастион. Итак, религия – это путь, потому что сам Христос есть путь. И восходить к источнику – это вот куда нужно идти. И в этом смысле Псалом нам напоминает, может быть, о самом главном. Мы все рождаемся в разных семьях, мы говорим на разных языках, у нас разные традиции, разные обычаи, мы по-разному понимаем и прочитываем какие-то события из нашего прошлого, из прошлого нашего народа. Но единство строится совершенно на другом. Единство строится на том, что люди понимают, что у них общий источник, общий исток. И, наконец, этот Псалом содержит в себе удивительную лирическую поэму об Иерусалиме. Кто из вас бывал в Иерусалиме, прекрасно понимает, что такое Иерусалимский синдром. Побывав однажды на этом святом месте, как будто ты побывал у источника, где ты утолил жажду. И после этого невозможно уже не ждать следующего момента, когда ты сможешь опять возвратиться. И для того, чтобы почерпнуть живительную воду из первоисточников. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.